Добрый вечер, отлично. Да, Алексей, приветствую тебя, рад, что ты у нас на связи. У нас сегодня с вами очередная презентация. Так как лета у нас людей сегодня поменьше, думаю, побольше, позже присоединяться. Да, подходит. Да, да. И мы сегодня начнем с вами презентацию. Презентация у нас, как всегда, с вами презентация о Skyway. Сейчас очень много разных событий происходит, особенно в нашем 2021 году. И это очень приятно радует. Поэтому сегодня, как у нас, немножко такая презентация больше по новостям, потому что у нас Алексей в прошлый раз отчитал презентацию, которая больше для новичков. Поэтому если, как говорится, у вас будут новички, мы тоже им расскажем, все покажем. Но я думаю, что людям, которые постоянно присутствуют на нашей встрече, им будут, опять-таки, мы пройдемся по новостям, но что-то повторим, что-то, скажем так, что-то, скажем, новое. Ну, тогда мы начинаем. Будем уже ждать людей, которые подойдут попозже. Итак, меня зовут Олег Тарасов. Я являюсь инвестором с 2016 года, зарегистрировался раньше. И спасибо Алексею, что он все-таки в 2016 году предложил мне инвестировать. И в 2020 году я начал активно развиваться, как партнер компании. И благодаря тому, что ко мне пришли мои самые любимые партнеры, вот, и в частности Наталья Иванова, которая моя сестричка, и Ольга Серохвостова, тоже моя сестра. Вот, и также хочу отметить Аню. Это люди, которые очень сильно развивают регион Латинской Америки. Вот, поэтому у меня сейчас более тысячи партнеров, вот, и уже сами являюсь мастером, а мои сестрички и Аня тоже являются мастерами. Поэтому у нас вот и лидеров много уже, к 20-ти движется, и мастеров много. Поэтому структура развивается замечательно. Конечно, в этом регионе Латинской Америки это огромную роль играет то, что сестры замечательно говорят по-испански. Вот, и это способствует тому, что развитие движется в этом направлении семимильными шагами. Надеюсь, что будет так и дальше, даже еще лучше. Вот. Ну, что у нас сегодня с вами? У нас сегодня с вами много новостей. Вот, поэтому, но все равно я хочу сказать о том, что мы должны вот знать, что философия Skyway, она должна, скажем так, мы должны все ее прекрасно знать. Так вот, повторим еще раз, что философия Skyway такова. Транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. Система Skyway переносит грузово-пассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень. Это архиважно, потому что действительно много чего создается, но именно вот второй уровень, тот, который безопасный, скоростной, он до сих пор не был задействован. Ну, если не считать самолеты, которые летают на высоте 8-10 тысяч метров над землей, это 8-10 тысяч, да, метров над землей. Вот, и это уже, можно сказать, там, третий уровень и так далее. Вот именно второй уровень, который над землей, это действительно прерогатива Skyway. Вот, Skyway – это надземная транспортная, электротранспортная система, в которой движение организовано при помощи подвесных рейсов, натянутых между опорами. И скорость подвесного состава может достигать 500 км в час, а его движение регулируется автоматически, либо, как мы говорим, искусственным интеллектом. Ну, действительно, в этом году Skyway очень богат на новостные события, и если раньше, как говорится, мы были радовались разным статьям, которые выходили, то 21-й год, он просто обрушился таким шквалом замечательных событий, замечательных статей, замечательных роликов, фильмов. И очень много было, скажем так, репортажей, которые просто радовали, и мы даже немножко уже, знаете, привыкли к тому, что такой поток событий, он еженедельно должен выходить. И практически так оно и есть. Не могу не сказать о том, что репортажи были как в сети интернет, как газетные материалы, на радио очень много выступлений, телевизионных репортажей. И вот тут, конечно же, герой всех этих репортажей был наш замечательный SEO, который сейчас находится в Арабских Эмиратах, в Шарже, это Олег Зарецкий. Респект ему огромный, потому что человек настолько все четко, лаконично, грамотно объясняет всем людям, которые интересуются, всем корреспондентам, всем людям, которые приезжают в Шаржу, и действительно, это огромная роль, которую он сейчас выполняет там. Ну, могу сказать так, что, конечно же, почему такое случается? Потому что, в принципе, компания очень богата своими делами. Несмотря на все трудности, которые были связаны с ковидом, несмотря на все, скажем так, вот эти вот передвижения, все вот эти вот страшные, неприятные, плохие статьи, которые были написаны или сказаны в адрес Юницкого, в адрес компании. Но, как говорится, собаки лают, караван идет. И действительно, в этом году у нас, помимо всего прочего, помимо вот этих статей, почему они вышли? Потому что красная изба пирогами, да, а компания делами. Персонал компании-разработчиков пришел в новое просторное здание, да. Здесь работает около 650 сотрудников, которые разместились в девятиэтажном здании, там, 10 или 9-10 тысяч квадратных метров. Это способствует оптимизации бизнеса. Мы с Алексеем там были. И, конечно же, это впечатляет то, что само по себе замечательное здание. Второе, что это все, в общем-то, система безопасности на высшем уровне. И чтобы пройти, необходимо приложить либо палец, либо там отпечаток пальца, либо, в общем-то, посмотреть далее отпечаток руки и так далее. Вот. И, в общем-то, здесь никто не пересекается. И это связано с тем, что действительно очень много интересных и таких мероприятий, которые мы должны сохранять, чтобы, ну, скажем так, недоброжелатели не помешали нам. Это новейшее оборудование на производстве. Да, у нас действительно огромное производство, на которое тоже находится вот в Минске, в Шабанах. Но, действительно, компания заботится о том, что все это новейшее оборудование, оно на очень высоком уровне. Из компании Skyway сотрудничает с японской компанией Akuma. Допустим, станок, который в автоматическом режиме изготавливает самые сложные детали для транспорта Skyway в соответствии с заданной 3D-моделью. И это второй подобный станок в Беларуси. Первый используется на предприятии военной промышленности. Скажу, что стоимость такого станка 180 тысяч, он начинается от 180 тысяч долларов. И этот станок есть на производстве Skyway. Посмотрите, какие замечательные у нас развития, какое идет в Шарже. Вот такой гостевой эко-дом, который, в общем-то, первый, могу сказать, и единственный пока на территории вообще всех Эмиратов. Потому что по законодательству нельзя было изготавливать дома из бруса, из дерева и так далее. Там, вы знаете, только железо, бетон и стекло. Но, в общем-то, компания борется за экологию и поэтому убедила вообще руководство и Шарже, и Эмиратов, что дом должен быть из дерева, потому что он сохраняет температуру благоприятную для человека. Он показывает всем видом, что он эко-дом. И действительно, это, в общем-то, штаб-квартира проекта Skyway на Ближнем Востоке, где будет проходить презентация технологий струнного транспорта для иностранной делегации. И, во-вторых, это наглядная демонстрация эко-дома, эко-подхода к строительству, в котором сочетаются и зеленые технологии, и эргономичная архитектура. Конечно же, посмотрите, какие прекрасные у нас здания. Вот здесь представлена анкерная опора. Вот такая вот она, видите, красивая, ажурная, как и сам транспорт, вот эти линии. И вот все уже, в общем-то, сделано здесь. Готовится, в общем-то, мы готовимся к экспо 2020, который пройдет в этом году. Но потихонечку все лучше и лучше становится. И вот не надо много говорить, можно просто посмотреть вот эти замечательные картинки. Вот. Да, был репортаж агентства Араб-24 из Шаржи, вот, где тоже Олег Зарецкий, он тоже продемонстрировал и сам транспорт. И видите, сейчас у нас называется U-Sky Transport, да, то есть вот все идет к тому, что уже вырабатывается новый такой имидж компании, что не Skyway и какой-то другой транспорт там, да, а именно U-Sky. Вот так коротко, ясно и понятно, да. Вот, поэтому был большой репортаж, уже показали в материале вот эти кадры, гостевой тестовой трассы на 400 метров Юникара в тропическом исполнении. И журналисты поговорили с представителем центра в Шарже. Вот, Олег Зарецкий ответил, что трудная технология позволяет перейти транспорт на вторую, летать и снизить количество аварий, загруженных на дорогах, и на дорогах освободить землю под сельское хозяйство. Вот, поэтому презентация прошла замечательно. И вот опять-таки видеопрезентация 15 июня на канале Парк опубликована видеопрезентация транспорта в Skyway, да. И опять-таки вот здесь показано, не только был показан пассажирский транспорт, но также и грузовой транспорт, да. То есть вот этот вот небольшой, скажем так, пока еще не полностью не на 40 футов, а на 20 футов. Но вот этот репортаж был показан о том, что перемещение грузов всего будет за 1 доллар, будет переноситься 100 тонн на 1 километр. Вот у меня сегодня приезжали люди, которые вывозили мебель на дачу. Я вот представил вот этот вот загруженный, скажем так, автомобиль, и мне пришлось заплатить, в общем-то, 60 рублей, да. 60 рублей – это вот сейчас у нас примерно 20 там с лишним долларов. То есть перевести на, скажем так, на небольшое расстояние, на 10 километров, да. Вот там несколько там диванов, там было кресло, то есть один диван, два кресла, столик, вот. И вот такая сумма, да. И вот я представляю, что здесь будет за 1 доллар перемещение будет в любую точку, потому что это будет последняя миля, то есть до конечного потребителя. И вот такая цена. Поэтому эта конкурентная цена настолько, что, в общем-то, близко рядом еще пока никто не находится даже, даже не представляется. Вот таким вот образом. Далее. Конечно же, опять-таки, при таком, в общем-то, не сильно большом финансировании, компания движется дальше. И вот 25 июня, вы знаете, 21 года у нас был проект, перешел успешно. То есть о чем это говорит? О том, что все задачи, которые были поставлены, они были профинансированы, они были выполнены, несмотря на ковид, несмотря на различные препятствия, которые были. В общем-то, мы перешли, и это значит, говорит о том, что компания очень близко приблизилась к своему последнему 15 этапу. И, конечно же, когда я слушаю репортажи, когда Владислав Волков всякий раз спрашивает, кто у нас, когда зашел. И, конечно же, те люди, которые зашли на 14.1, вот 14.2, возможно, сейчас, сегодня Алексей Суходов тоже похвалил людей, которые сейчас даже видят это и заходят, и вы знаете, что заходят на очень крупную иногда сумму. Вот у нас Алексей в конце скажет, что человек зашел аж на очень крупную сумму, даже не буду сейчас говорить раньше времени, да, вот во Вьетнаме. Поэтому люди, которые уже не просто вот по картинкам, как первые люди заходили, да, вот, а люди, которые уже видят, понимают, и что это будущее, конечно, вкладывают огромные деньги лично, вот, в личном кабинете, и это мы немножко ниже потом посмотрим, потому что Алексей нам, наверное, это все расскажет, покажет. Итак, повторю, что сейчас идет 14.2 этапа. Возможно, будет 14.3, а возможно, будет сразу 15.3 этап. Наверное, это будет уже в скором будущем, потому что компания действительно сейчас летит, действительно, как вот Skyway с огромной скоростью к своему вот завершению. Но, в общем-то, не будем говорить пока хоп, но я говорю о том, что я продолжаю инвестировать и призываю вас тоже это делать, потому что такие дисконты, потом мы будем только уже представлять, что это неужели такие дисконты были. Действительно, это сейчас самое сладкое время, потому что компания движется семимильными шагами, и помочь ей важно, и в то же время мы понимаем, что это транспорту этому быть. Конечно же, важно отметить, что первый адресный проект грузовой трассы из Шаржа до города Хорфакан, он запланирован, и он уже движется. Вы знаете, что вот эта 400-метровая трасса – это легкая трасса, но сейчас строятся две большие трассы, тяжелые. Это одна из них – это подвесная система, разработанная Анатолием Эдуардовичем. Вот эта грузовая версия будет способна составлять 12-метровые, или, как мы говорим, 40-футовые контейнеры в условиях бездорожья. И в Арабских Эмиратах эта трасса планируется, в общем-то, от Шаржа до города Хорфакана. Вы знаете, там находится порт, и вот такие вот замечательные юниконты будут двигаться по этой трассе. Длиной она будет 130 километров. И это мы можем говорить, что это первый адресный проект. Вы видите на карте, что где находится Шаржа. Вот он рядом с Дубаем, чуть выше Шаржа находится и Хорфакан. Проходит это через пустыню, через горы. Но уже все продумано, сделано. И сейчас, как будет закончена трасса 2,5 километров в Шаржа, то далее пойдет именно на Хорфакан. Дальше это уже будет адресный проект и будет финансироваться уже правительством Шаржа и Дубая наверняка. В общем-то, вот такие вот у нас новости. Ну, конечно же, большая новость о том, что действительно Экспо 2020 состоится. Да, оно на год перенеслось, но оно не меняло название. И компания UST, вы знаете, Unitsky Stream Technologies, подтвердила свое участие во всемирной выставке Экспо, которая будет проходить в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Ибо, значит, в Арабских Эмиратах, именно в Шарже, компания имеет свой собственный комплекс тестирования и сертификации. Это очень важно. Где уже действует надземная транспортная система, UST, в управлении которой используется искусственный интеллект. Это все было в репортажах. Я также хочу сказать, что вот этот научно-исследовательский технологический парк Шаржа, он имеет свой сайт, вы можете его найти. И очень горд за то, что всегда вот на главной странице, вот я специально сделал такую паузу, да, вот остановил стоп-кадр, когда видно, что именно транспортной системе уделяется огромное внимание. И мы вот на главной странице в ролике, вы видите, вот, что компания активно представлена на этом YouTube-канале. Дальше я говорю о том, что действительно вот эта вот вся экосистема, которая представлена именно в Шарже, это огромная вот академическая экосистема, да. Там учатся, во-первых, 47 тысяч студентов, более 2000 докторов науки, которыми гордится этот комплекс, да. Это лидеры мирового технологического рынка, такие как Intel, такие Nokia. И вот эта вся площадь, ну, как я уже приводил пример, что 47 тысяч студентов, допустим, чтобы вы понимали, в БГУ, Белорусском государственном университете у нас 25 тысяч студентов учатся. Вот по всей территории Минска расположены эти, значит, здания и так далее. Здесь, видите, в одном находится месте, а что меня удивило, МГУ 38 тысяч, то есть здесь 47 тысяч студентов. Это очень здорово. И, конечно же, здесь в будущем планируется и обучаться технологиям Юницкого. Вы знаете, что там же также создана такая вот SOILAB, то есть в переводе это означает, скажем так, лаборатория шаржа, да. Вот это производственное пространство, преподобие способствует развитию технического творчества. Специалисты воплотят ваши самые яркие идеи в конечный продукт. Также лаборатория обеспечивает доступ к самому совершенствованному оборудованию от 3D-принтеров до металл-идерообрабатывающего оборудования. То есть, в принципе, вот эта лаборатория, вы можете приходить со своими идеями там, вы можете, скажем так, доводить до конечного продукта, и все это находится именно вот в этой лаборатории, где и представлен тоже компания Skyway. Поэтому такие замечательные офисы, ну, скажем так, уже не Skyway, а компания Юнический Стрих Технологичный, ЮСТ. Вот. И вот Мухаммед Аль-Махмуди, вот это вот главный, в общем-то, представитель этой всего комплекса, вот этого, значит, инновационного центра. Вот он тоже горд тем, что действительно компания Юнический Стрих Технологичный занимает одно из лидирующих мест, и вот он и говорит о том, что мы стремимся улучшить окружающую среду, способствующую, способствовать творчеству и инновациям, создавая привлекательный экопарк со структурой мирового класса, который повысит сборы и статус мирового центра исследований технологий. Вот. Ну, что из последнего? Вот был тоже репортаж, Халиджи Таймс называется, да, и в этом материале вот журналистка, она испытала Юникар в действии, вот у нас есть такой репортаж тоже, да, он у нас представлен в наших кабинетах, она проехалась, рассказывала, вот она там, допустим, там с титрами шло, что именно так вот представлены будущие, скажем так, модели транспорта, которые, вот, которые представлены именно в Шарже. Вот. Далее был репортаж индийского новостного агентства Шарже. Вы знаете, что в Индии было действительно огромное представление, в общем-то, много сил было потрачено на то, чтобы запустить первый вот этот транспорт именно в Индии, но не сложилось, да, даже вот Анатолий Эдуардович встречался и с Далай-Ламой, и было очень много желающих, которые хотели помочь, но не сложилось, да, и, в общем-то, и сейчас индийское новостное телевидение такое вот выдает уже, скажем так, breaking news, скажем так, вот такие новости срочные, да, которые, вот, значит, протестировали вот эту вот технологию, то есть они проехали в Шарже, в частности, вот сотрудника центра сказал, что длина трассы действительно сейчас пока может составить около 6 километров, вот длина трассы для проекта Хорфакам 24 километра, но это его, так он так переводил, да, вот, хотя мы знаем, что там трасса будет больше, вот, и был вот тоже, Олег Зарецкий рассказал о том, что есть определенные трудности, вот, например, на струнный рельс попадает очень много песка, и поэтому на вот в данной технологии вот это вот именно Юникар в тропическом виде, он представлен тем, что установили специальное устройство, которое сдувает этот песок, и вот я вам вывел на, значит, на экран, что вот действительно такие вот, скажем так, воздуходувы или как пескодувы, как они там вот, вот, они именно сдувают, потому что действительно это проблема, и вы знаете, что именно руководство Эмиратов, оно сказало, не расскажите, а покажите, видите, сколько новшеств, сколько вот этого, он просто удивляет, да, что у нас в Беларуси такого даже, мы, может быть, и не думали об этом, но именно вот Анатолий Эдуардович, что все, вот такой вот эко-технопарк, именно уже, который в Шарже, он и позволяет отработать все вот эти вот сложности, которые получаются. Вот вроде бы высоко, вроде бы рельс не такой большой, скажем так, но песок, вот эти бури песчаные, они пока всякий раз мешают и, в общем-то, остаются, и вот такая вот была придумана система сдува этого песка. Дальше, вот именно теперь Олег Зарецкий, он и отметил существующие проблемы с перевозкой грузов в Индии, именно он уже такую инициативу проявил, может быть, это было запланировано, может быть, это так вот выскочило в процессе разговора, он заявил о том, что компания предлагает построить в стране, в Индии, грузовую трассу для перевозки контейнеров. И трасса может пройти от Мамбая до Чинаи, там вот по прямой расстояние 1033 километра, вот, потому что здесь у них такого прямого нету, это вот Чинаи находится вот здесь, а Мамбай находится вот здесь, то есть вот срезать вот так, просто посредине вот этого материка. Вот, и я хочу сказать, что Чинаи – это южный порт, один из самых больших городов и портов в Индии, является столицей штата Трамил-на-Дум, и население, как вы вот увидите, 9 миллионов 100 тысяч человек, то есть это практически вся Беларусь, вся Беларусь, то есть вот, в общем-то, один вот такой вот южный порт, вот, ну, скажем так, и город, вот, вот таким вот образом 9 тысяч населения. Ну, Мумбаи – это сам по себе город известный, мегаполис, вот, в западной части Индии, на берегу Аравийского моря и населения, там 15 миллионов 400 тысяч, более 400, 15 миллионов 400 тысяч человек. Вот такое вот это, притомно 2018 год. Вот поэтому я говорю, что, видите, я задумался, вот почему, скажем так, раньше не было, а сейчас есть, потому что репортажи вот эти, это поднимают статус вот этим всем корреспондентам, всех их изданиям. И поэтому вот эта вот движуха, которая пошла, она действительно говорит о чем? Что есть на что посмотреть, есть что показать и есть что, как говорится, использовать. Поэтому вот эти все корреспонденты, они как бы едут либо по собственной инициативе, инициативе вот их каналов, их там, в общем-то, изданий, либо это уже, в общем-то, запросы кого? Тех правителей, тех, в общем-то, людей, которые у власти, которые говорят, все-таки езжайте, посмотрите, узнаете и так далее. И, конечно же, это очень радует, потому что, в общем-то, очень и очень много этих вот различных корреспондентов. Ну, смотрите, я раньше рассказывал вам о том, что действительно транспорт требует нового подхода, в общем-то, к себе. И вот здесь я только пять таких вот вам представил, скажем так, вариантов. Это все без, скажем так, транспорт, который не требует в себе водителя, то есть работает на искусственном интеллекте. Вот первая картинка вверху – это КамАЗ, да. Вверху справа – это БелАЗ, это белорусский, да, одни из самых больших грузовиков тоже без, планирую, то есть без водителя. Вот, внизу это вот такие вот, получается, Вольво вот это вот длинные вообще там без кабина, а здесь Т-транспорт он называется, вот сейчас вылетело из головы. Но факт тот, что это такое все планируется, да. А вот в серединке картинки – это действительно в Китае так уже продумывали, как такой вот запустить проект, который будет ездить. Вы видите, между колесами там проскакивают автомобили, но это в основном рассчитаны на такие огромные улицы, которые вот так будут двигаться, в общем-то. Но что я вам хочу сказать. Все это замечательно. Возможно, конечно же, к тому идет, что вот уйти от того, чтобы работал все это искусственный интеллект, но это все равно первый уровень. И вот что же делать, скажем так, даже разрабатывается вот и умная дорога, вот такие вот, да, когда машины будут сами реагировать друг на друга, знаете, автопилоты и так далее. Даже сейчас я смотрел, что есть Тесла вообще с автопилотом. То есть там есть упрощенная версия, а есть когда уже полностью. То есть вы можете просто сидеть и наблюдать руль, как он будет вот сам ездить, выкручивать и так далее. И вот, в общем-то, к 23-му году, вот видите, 62 миллиона транспортных средств могут поддерживать связь, вот называется Vehicle to Vehicle, то есть V2V, вот такие вот вещи, которые, в общем-то, сами машины будут чувствовать. И вот тут я задаю вопрос. Вот недавно случился потоп у нас в Минске. Да, вот я, конечно, это целый репортаж такой, мы в прошлый раз с Алексеем разбирали, показывали вам видео. Вот, я, конечно, в шоке от того, что живу в Минске. Конечно, это не весь город утонул, но были районы, когда вот вы видите, стоит подземный переход, он полностью затоплен, и, в общем-то, страшно становится, потому что получается, что действительно, если там что-то, где-то кто-то запаниковал, конечно же, здесь могут быть и жертвы. Да, вот видите, троллейбус-то утонул практически до половины и так далее, все. Что будут в этом случае делать вот эти вот системы, да, на кого они будут реагировать, если вот так вот затопить? Ну, конечно, вы знаете, что сейчас случилось вот в Краснодарском крае и в Крыму, вот потом в Сочи, посмотрите, да, вот машины плавают, там дома какие-то плавают, вот человек идет по горло, вот. И вот это вот кадр, когда действительно человек держит пластиковое окно, чтобы оно под давлением воды не распахнуло сюда, ну, вот такие вот вещи. Да, природа, она говорит о том, что действительно человек очень много, что делает того, что, в общем-то, не стоит делать. И вот об этом, конечно, все говорится. Вот потом получите, как говорится, тоже вот МЧСник, вот он, ну, как бы светит фонариком, вот по пояс стоит, рассматривает и ищет, ну, скажем, кому оказывать помощь. Вот справа тоже вы видите, что тут говорить, все и так понятно. Вот, и вот если сейчас у нас получится включить еще, ну, в общем-то, я вам расскажу, вот такой репортаж тоже, потоп в Крыму, глава Крыма, кто, в общем-то, возможно, знает, вот Аксенов есть такой, пытается найти решение. И что меня больше всего поразило, то есть вот этот вот репортер, который снимает этот репортаж, он вот так вот проводит камерой, да, вот, ну, понятно, что человек вот находится, вот глава Крыма, вот он находится в таком, в общем-то, в ужасе, он пытается найти решение, да, как вот там и говорится так. И вот сзади, вы видите, возле столба, там люди плывут. То есть я не знаю, кому не плывут, он на лодке с мотором, и вот они плывут, в общем-то, да, вот кролем, машут этими руками, в общем-то, а он вот так вот смотрит на это все, и он вообще не понимает, что делать. Вот если мы потом в конце, мы, может быть, посмотрим вот этот вот небольшой кусочек отрывок, но действительно, что делать, когда вот такое вот творится. То есть вот он думает вообще глобально, а там вот сзади люди плывут, надеясь, что их все-таки подхватит или, в общем-то, как-то им там какой-то круг бросит и так далее. Но в кадре этого нет. То есть вот люди плывут, а он плывет с думкой, что же робить, называется так. Ну, и, как говорится, понимаете, вот в чем вот этот весь парадокс, что те люди, которые знают вообще историю Анатолия Эдуардовича, да, знают, сколько сил было потрачено, он русскоговорящий, сколько он говорил, рассказывал и так далее, но, как говорится, нет пророка в своем отечестве, да. Поэтому так получилось, что вот русская делегация, да, вот так и называется, был выпустен репортаж Russian Delegation Visit in Charge, да. Вот мы рады, это вот как бы уже сами арабы говорят, мы рады принять делегацию мэров России. Вот в парке, в нашем технологическом почетной мэре, ознакомились с нашими инновациями, проектами в парке, и обсудили потенциальные возможности для бизнеса и в шарже, и в парке, в технопарке. Мы гордимся тем, что играем такую важную роль в продвижении инноваций и научных исследований в регионе. Такие достижения могут быть достигнуты только при объединении частного бизнеса, правительства и научных кругов. Это вот заявил, значит, Мухаммед Аль-Махмуди, вот, и действительно, вот, видите, как интересно. Но, в общем-то, откопал я еще такую вещь. Вот такой есть Сергей Еремин, глава Красноярска, да, вот, он прокомментировал поездку в УАЭ. Это вот их местная газета, да, и вот там получился скандал, потому что якобы потрачено очень много денег, потому что он был еще со своими тремя, значит, помощниками, и вот они там из бюджета достали много денег. Я уже сейчас вам не буду говорить, кажется, 600 тысяч, это около 10 тысяч долларов, в общем-то. Вот, и, в общем-то, их обсуждали. Но мэр четко сказал, что он считает, что учиться нужно у лучших, и место командировки определили организаторы из Сколково. Сколково, почему здесь замешано? Потому что мэр, он был приглашен, и так как он руководитель, он сейчас обучается в Сколково. Именно Сколково предложило поехать в Дубай, да, осмотреться, посмотреть, принять какие-то вот вещи. Вот, и вот получается, что, значит, одной из площадок образовательной программы стал именно Дубай. Предвещая ваш вопрос, это уже рассказывает вот сам Сергей Еремин, и как вам Дубай, как там Дубай, отвечу очень-очень круто. Это, мягко говоря, опыт развития инструктуры супергорода, построенного в пустыне всего за несколько десятков лет, а также управление, вот, был очень интересен. И знаете, не дай бог жить в таких природных и климатических условиях, но дай бог так развиваться. Вот это лейтмотив такой, да, еще раз повторю, что сказал Сергей Еремин. Не дай бог жить в таких природных и климатических условиях, но дай бог так развиваться. Мне интересно, потому что, вот видите, когда вот сейчас очень многие артисты, звезды и так далее, они говорят, я в Дубай, я в Дубай, я в Дубай, и вот так вот представить себе, что действительно там жара, вот, но люди не видят этого, потому что очень много там создано вот это, за решение вот эти кондиционеры, вот эти переездки, метро находится там, в общем-то, все в кондиционерах, все замечательно сделано. Вот город в общем праздник вообще вот Эмирата, да, вот. И никто не замечает этой жары мужской, то есть если она есть, то ее, в общем-то, как бы и не видно. Вот об этом он и говорит. И еще он сказал так, учиться надо у лидеров, и прежде всего безудержному желанию смотреть в будущее, но при этом искать ресурсы не только для развития, но и просто для обеспечения жизни. Мы часто не ценим и не замечаем то, что имеем. Это вот слова в точку, да, и смотреть надо вперед, вперед и вперед. Но почему я вам это все говорю? Я просто был шокирован, потому что, вот я сначала хотел на одном слайде сделать, что он по приезде сделал. Он выставил в Инстаграм, па-бам, видео Сергея Еремина в Инстаграм. Глава города прикрепил на своей странице в Инстаграм видео, как он написал, единственного в мире образца беспилотного надземного струнного транспорта на испытательном полигоне технопарка. Вот, еще раз повторяю, мы не ценим того, что имеем. В общем-то, вы знаете, сколько Анатолий Эдуардович стучался к чиновникам. Были те, которые помогали, были те, которые мешали, вот. Но, в общем-то, ВОЗ и ныне там. Вот, поэтому это просто колоссальная новость. И, в общем-то, наверное, если бы вот этого не было точки, понятно, что там они приехали, они смотрели, видели. Но вы видите, вот это вот то, что впечатлило больше всего вот этого вот градоначальника. Это именно этот Skyway. Вот это Юницкий стринг технологий. Поэтому с чем я вас и поздравляю. И это действительно просто замечательно. И для меня это было очень и очень здорово увидеть, найти, услышать и вам донести. Еще вам немного хочу сказать о том, что действительно я делал раньше репортаж о том, что вот так все-таки Китай вышел на тот Китай, который мы знаем сейчас. То есть экономика его развивается так, что даже уже обгоняет и американскую экономику. И вот в чем там был секрет? В том, что очень много людей, которые не могут быстро передвигаться из одной точки и из другой, было принято решение на самом высоком уровне – это сделать скоростные железные дороги. Заметьте, не личный транспорт, который будет, в общем-то, передвигаться, потому что это были бы пробки и так далее, это все. Это было сделано высокоскоростные железные дороги. Они использовали аквадуки. То есть вот такие вот бетонные, в общем-то, колонны, которые, я думаю, это вот так вот с высоты еще смотрится, они так вроде бы мелковаты. Но, конечно, это проставлено везде. Там довольно-таки было много рассказано о том, что, в общем-то, это не совсем было… Это, как в китайском стиле, было сделано очень быстро, массовым, очень много денег. Но не соблюдая определенной технологии, там даже и во взятии кого-то улечили, поэтому были нарушены технологии. И, в общем-то, даже сейчас из-за этого скорость 350 км снижена до 300. И эта тенденция продолжается. То есть вот это вот огромные вот эти колонны, они все равно продолжают потихонечку разрушаться от этих микротрещин и так далее. Что там будет дальше, я не знаю. Но именно вот такие вот передвижения человеческих масс, да, то есть человек может работать, и в течение 40 часа он может там на скорости 35 км, в общем-то, приезжать себе домой и отдыхать. Поэтому это было способствовано. Передвижение грузов и так далее, все, да. Но, в общем-то, скоростные дороги сейчас составляют 35 тысяч километров. Это больше, чем в Европе и Японии вместе взятых. И картинка вверху, вот линейные города Юницкого, в которых вы тоже можете жить, выйти все зеленые. Это ажурные трассы Skyway, да. И, опять-таки, жить и работать совершенно в разных местах. И при этом скорости будут у нас 500 км в час, да. То есть вот это надо всегда представлять себе. И, в общем-то, представлять себе не просто, что где-то кто-то, а я живу вот в этом доме, я нахожусь там, и я работаю там, где мне необходимо работать. То есть вот это вот колоссальная такая разница. То есть это то, что есть, но то, что оно будет вот вверху и уже строится, скажем так, в Шарже у нас под Минском, это действительно уже мы ждем уже тех людей, которые, наконец-таки, скажут, я хочу, и вы знаете, что минимум три проекта у нас будут в этом году адресных, да. Но в целом я хочу сказать, что, конечно же, после Экспо мы ожидаем гораздо больше подписания проектов и, конечно же, выход на мировое такое масштабирование данного проекта. Поэтому вот такой вот Экотехнопар Шарже в ближайшем будущем уже что-то построено, что-то сделано, где-то вот еще пальмы не посажено, но, в принципе, вот такая замечательная картинка, действительно, это трасса ажурная. И я, правда, не нашел это видео, когда показали, что ночью даже вот эти струны, они подсвечиваются. Ребята, это просто фантастика. Если я найду это вот видео, я обязательно либо Леше в следующий раз дам, либо вот мы сегодня это, в общем-то, успеем еще найти, показать. Но просто фантастическая картинка. Это очень здорово, это просто фантастика. Ну и хочу сказать о том, что действительно вот выступая Анатолий Эдуардович, он не бросается такими, знаете, когда Максим задал ему вопрос, а что вот так, он говорит, я скромно скажу, я вот скажу со всеми, как инженер, что надо все, в общем-то, придержав коней, так можно сказать, да. Но уже через 5 лет капитализация нашей группы компаний должна быть не менее 500 миллиардов долларов. Вот, а через 10 лет не менее триллиона долларов. То есть в работе будут десятки и сотни проектов. Вы знаете, что это действительно слова человека, который 40 лет прошел вот это, и вот его слова стоят, каждое слово его стоят огромных, как бы так, ну, огромных, наверное, вот этих вот уже осознаний того, что он говорит. Он не просто так говорит, он говорит, каждое слово взвешивай. И вот если это понимать, что 40 лет человек вот это вот прошел, он знает как, то вот его слова действительно, мне кажется, может быть, гораздо больше, потому что каждое слово его очень весомо. Вот, поэтому я верю, что это будет даже быстрее и лучше. Но лучше вот привести слова именно Анатолия Эдуардовича. У нас, видите, сказано, уже наработана технология, чтобы сделать отдельное производство для городских грузовых и высокоскоростных машин. То есть все сделано, все это просто масштабирование, нужно масштабирование. И вот, как я говорю, действительно, история самого масштабного изобретения – это книга «Инженер». Вот, я хочу поблагодарить Алексея, несмотря на то, что я заказал себе эту книгу. Вот, Алексей подарил мне эту книгу на день рождения. Вот, это действительно, вот это вот выражение «Книга – лучший подарок». Я написал в Инстаграм «Книга – инженер. Лучший подарок». И это действительно так. И вы знаете, мне очень интересно читать эту книгу по двум причинам. Во-первых, Анатолий Эдуардович пишет ее очень, знаете, сухо. Там нету, несмотря на то, что вот это вот просто констатация фактов. Так, так, так. Даже про свою жизнь он пишет, вот, не как сейчас у нас, вот эти все ток-шоу там, в общем-то, яйца выданного не стоит. Ну, там уже так это преподнесут, что там действительно вот люди сидят и плачут. Здесь просто сухие факты. Вот именно, вы знаете. Но есть и очень смешные моменты. И сейчас один из моментов, который я вам расскажу, возможно, вас это заинтересует. Случилось то, что случилось. Планировались вот эти все арки, которые мы должны были их, что там должно было быть сварочное соединение. И так получилось, что по законодательству и Эмиратов, и вообще все старые вот наши технологии, мосты все, они на болтовых сооружениях. И вот инженеры, которые работают с Анатолием Эдуардовичем, они просчитали, что нужно там столько-то и столько-то вот этих вот отверстий проделать, чтобы перейти на болтовое соединение и так далее. И когда Анатолий Эдуардович увидел вот это соединение, столько, сколько болтов, он говорит, боже мой, это же каждое вот это вот, каждое отверстие, это нолик, единички. То есть вот настолько удорожает эта технология. И, как он выражается, как Форд дал задание своим, значит, конструкторам, сделайте так, чтобы уменьшить это количество вот этих вот отверстий. Потому что каждое отверстие – это дополнительные деньги и так далее. То есть, ну, в общем-то, сделайте. И назначил премию. И вот люди работали, делали, но каждый раз говорили, что не получается, Анатолий Эдуардович говорит, нет, делайте, думайте, как и что. И Анатолий Эдуардович назначил премию, как я уже повторюсь. И так получилось, что, как он пишет кратко так, премию никто не получил. Я вот хочу задать вам вопрос. Почему никто не получил премию? Сделали-таки это вот, нашли решение, в три раза сократили вот эти вот отверстия. Так почему же все-таки вот не получили премию? Вот напишите мне, ну, скажем так, как ваше мнение, почему никто не получил премию? Все задумались? Ну, это говорит о чем? Первое, что вы... А, есть уже какой-то ответ. Отлично, Алексей Новомович, наверное, вы тоже прочитали книгу. Да, Анатолий Эдуардович придумал это сам, сделал. Поэтому премия осталась у Анатолия Эдуардовича. Вот такие вот вещи, действительно. И я хочу сказать, что, конечно, я хотел книгу проглотить, но, в общем-то, так получилось, что в книге есть еще различные ссылочки, там QR-коды, вот это по QR-коду проходишь, смотришь видео, которое, в общем-то, где-то осталось позади и так далее. Поэтому, ну, не просмотрено, поэтому я, в общем-то, читаю внимательно, смотрю внимательно. Вот Владислав Волков вообще там все подчеркивает. Вот, и я хочу сказать, что, действительно, книга очень ценная, интересная. И те, кто действительно вот сейчас вот вкладывает свои средства, возможно, свою энергию, рассказывает кому-то, конечно, эта книга очень ценная. У нас ее можно заказать в Минске. Вот, поэтому я вам рекомендую. Стоит она там почти 33 рубля. Вот, но она стоит гораздо дороже, чем вот, чем сама цена. То есть ценность ее гораздо выше. Поэтому рекомендую. Читается очень легко, очень интересно. Вот, поэтому я благодарен, Алексей. Спасибо тебе огромное. Вот, и я хочу сказать, я уже подготовил эту книгу для своих сестричек. Вот, то есть я заказал. Вот, и я буду им тоже подарю, потому что, наверное, это стоит того, чтобы эта книга именно дарилась. То есть, наверное, так будет правильнее. Вот. Ну и, конечно же, вот это вот видео, которое я всегда показываю, да. То есть я сейчас хочу сказать о том, что действительно наши дети, родные, друзья, знакомые всегда будут в безопасности на дорогах, если это небесные дороги Юницкого. Вот. Построй вместе наше будущее. И мы сейчас это делаем, поэтому финансируем. Вот. И я благодарен всем людям, которые положили свои денежки, свою энергию. И я хочу сказать, что, Антолий Эдуардович, мы вас очень уважаем и любим, и поэтому сейчас только я осознаю то, что когда-то был приглашен, вот, Виктория Буль, Царство Енебесное, вот, и благодарен Елене Степиной за то, что она всегда мне рассказывала то, что действительно это технология, которая поможет очень много. Ну и, конечно же, своему непосредственному наставнику, вот, Алексею Наумовичу, который очень много сделал для того, чтобы я стал не просто простым инвестором, но еще и партнером. Спасибо огромное. Благодарю вас. Вот. И благодарю всех людей за внимание. Спасибо. Да, Олег, спасибо за презентацию, за благодарности. Приятно. Ну, пару слов можно добавить по поводу задачки твоей книги. Кстати, это не первый случай, когда какое-то, ну, идет задание для этих инженеров что-то придумать, вот, они не могут придумать, в итоге Анатолий Иванович все придумывает сам. Поэтому ответ был уже такой, ну, знаешь, как повторение. Напрашивался, да? Да, это было, кстати, первое, ну, одно из таких известных, это первая анкерная опора, которая была в Марины Горке. Тоже там надо было сделать конструкцию, чтобы все это держалось нормально. Ну, и в итоге тоже Анатолий Иванович сам нарисовал, вот, там, сэкономил, как он говорил, там, какие-то там, несколько сотен тысяч долларов на конструкции. Ну, и сроки там получились намного приятнее. И вот, и по ценнику. Вот, так что премиум выписал, наверное, сам себе. Ну, мне, конечно, удивило вот в книге еще то, что Анатолий Иванович говорит, что так как жили они бедно, в общем-то, действительно, очень тяжело. Поэтому, вот, действительно, он говорит, главное – результат. Вот этот главный получит результат, при том, что сделать это, он привык добиваться всего, чтобы минимальными вложениями получить результат. Ребят, нам очень повезло, потому что, когда вот арабы говорят, что некоторые имеют миллиарды долларов, и не достигают и десятые, и толики того, что вы сделали за несколько сотен, вот, там, сотню, там, миллионов долларов, понимаете? То есть я просто, надо все взвешивать, надо все приводить в факты, но я просто говорю о том, что когда вот это была создана подушка, пояс на магнитной подушке, да, вот, то, смотрите, реализован только один проект, вот, который в Шанхае построен, там, соединяет аэропорт. Вот, так, они, Алексей, как там получилось, что за 6 миллиардов долларов придумали, да, а за полтора миллиарда долларов реализовали вот это, там, 30 километров. Вы представляете, миллиарды долларов придумать, 6 миллиардов долларов. Мы можем, мы сейчас собрали 100 миллионов, да, и еще давайте поможем вот 100 миллионов еще собрать, чтобы скоростную трассу довести до ума. Это вот 200 миллионов, понимаете? А тут 6 миллиардов дали, и люди сделали так, что она вот, в общем-то, только Китай потратила это вот на одну дорогу на 30 километров. Потому что дальше никто не может такие деньги вкладывать, чтобы в строительство. Вот и все. И Анатолий Эдуардович сказал интересно. Говорит, я, говорит, и инженер, и предприниматель. Я считаю каждую копейку, потому что я вот сам предприниматель, предприимчивый, да, человек. А там, говорит, просто инженерам дали задание сделайте, а денег отвалим столько, сколько нужно, понимаете? Ой, поэтому, конечно же, это счастье, что мы работаем с таким человеком, который действительно у него, я не знаю, сколько это, сколько у него там гигабайт памяти в голове, сколько он всего знает. И при этом не только транспорт, это и дорога, это и транспорт, это и гумус, это и дома. Ребят, ну, мне кажется, тут надо вот осознать, что мы имеем дело с гением, и, конечно же, надо помогать, кто чем может, и словом, и делом, и материальным. Вот, к этому я вас призываю и осознаю то, что нахожусь просто рядом с великим человеком, и поэтому, поэтому очень здорово, и рад, что вы сам находитесь вместе с нами. Спасибо. Ну, и добавлено, пару слов, чтобы технология внедрялась по всему миру, вот, она должна быть подъемной для всего мира. Вот, то есть, вот те же взять все эти монорельсы, ну, там настолько все дорого, что может позволить себе только, не знаю, богатейшие страны, там, типа, наверное, Германии, Японии, там, или само Китая. Чтобы это построить, например, в Африке, там, цена за километр должна быть намного-много ниже, то есть, ну, порядка, там, миллиона долларов. Ну, и когда будет цена за миллион долларов за километр, и все это будет делаться быстро и легко, ну, как в свое время, там, интернет пришел беспроводной, вот тогда все будет очень быстро развиваться. Вот, ну, и, собственно, наверное, так и должно быть, чтобы наша технология строилась в условиях дефицита средств, вот, чтобы вы выбирались такие самые оптимальные какие-то решения, вот, и потом эти решения уже, ну, оттачивались и внедрялись, ну, по всему миру, вот, уже таким более эффективным, доступным для масс видео. Леш, и еще вот расскажи, что вот люди, которые осознают, да, вот, он высылал вот этот ролик вьетнамца, да, вот, озвучь вот эту сумму, которую человек вложил, да. Давайте посмотрим, просто, ну, и не хочется сразу... Ну, давайте посмотрим. Олег, в этом разделе материала есть ролик, посмотри, биотека контента, вот, и там ролик на вьетнамском. Ну, там даже... Ну, пусть каждый посмотрит, не поймет о чем тут суть. Включаем. Так, а как его включить? Там, сверху Play. 100 тысяч долларов Cảm ơn các bạn đã theo dõi 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 ja 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 ja